Дизайнерский мастерство Красота в повседневности, так мы сегодня назвали эфир. У нас в гостях дизайнеры. Это Надира Мустафина и Марина Шостакова. И вас рад приветствовать. Большое спасибо, что пришли сегодня. Действительно, возможно, идея дизайна связана с тем, чтобы придать обыденные вещи, будь это интерьер или одежда, простое объявление, придать этому особый смысл, эстетический смысл. Наверное, в этом и главная цель, поэтому эфир, собственно говоря, так и назван. Но прежде всего, давайте немного о вас поговорим. Как вы связали свою жизнь с профессией дизайнера? Что послужило причиной, первопричиной? Поделитесь своей историей. Первопричиной, наверное, послужило мое детство, потому что мы жили достаточно в скромных условиях, и мне всегда хотелось иметь свою отдельную комнату и украшать ее, как бы я хотела. Но не было такой возможности, и с детства у меня была мечта, когда я вырасту, у меня будет большой дом, и я буду украшать. Но судьба сложилась так, что сейчас я украшаю не только свой дом, но и дома, и помещения других людей. У меня тоже это связано с воспоминанием из детства. Я помню, что обожала просто смотреть передачу про ремонты в квартирах, и это было регулярно, каждую субботу. Моей маме также это очень нравилось. Это наше было совместное времяпрепровождение. И с тех пор я регулярно думала о том, что хочу также менять, преобразовывать помещение, делать такую красоту с неожиданным вау-эффектом для клиентов. Вот говоря о дизайне, что сегодня мы понимаем под дизайном, чем вот конкретно, непосредственно занимаются дизайнеры? Дизайнеры... Сфера обширна очень. Да, конечно. Есть дизайн графический, есть дизайн интерьера, это то, что занимаемся мы. Мы занимаемся коммерческими и жилыми помещениями. Вообще, что такое дизайн, и что дизайн значит для меня, это в первую очередь создать комфортное пространство, ресурсное пространство, где человек, приходя, будет заряжаться, будет отдыхать, будет, можно сказать, кайфовать от каждого уголка своего помещения. И для меня, как для дизайнера, в первую очередь, конечно, важен сам человек. У нас даже есть такой слоган, что дом — это в первую очередь человек. Мы основываемся на человеке, на его чувствах, на его желаниях. И создаем такое пространство, где ему будет хорошо. Да, я полностью поддерживаю. Мне кажется, дизайн — это больше про красоту, про гармонию, про уют, про действительно ресурсное место. То есть ты пришел в помещение, ты не знаешь, почему, но тебе здесь очень хорошо. Ты готов здесь либо отдыхать, либо творить, смотря какое назначение у данного помещения. Вот дизайн — это про это. Чтобы раскрыть максимально помещение. И вот подумал о том, что это же не просто про красоту, про эстетику. Здесь очень важна именно практичность. То есть действительно вопрос использования пространства, вопрос комфорта. То есть все-таки прикладной характер имеет большое значение в данном случае. И вот как раз найти гармонию, все это совместить в одно целое — это, наверное, главный такой вызов для дизайнеров, насколько я понимаю. Вообще красота — это примерно 10% от нашей работы. В основном это эргономика, это чертежи, это стройка, это сложные узлы, это коммуникация с людьми. Потому что нарисовать, как говорится, это одно, придумать одно, да, а воссоздать, реализовать, остаться с заказчиками в хороших отношениях, остаться со всеми, кто делал ремонт в хороших отношениях, это, конечно, большой труд. Поэтому в первую очередь, да, конечно, создать красивое, но самое главное — это эргономичное пространство, где ничего не будет мешать, раздражать, все будет удобно и прослужит довольно большое количество лет. Как происходит разработка дизайнерского проекта? С чего все начинается? Все-таки запрос клиента — это первооснова? Или вы, может быть, какие-то свои идеи предлагаете? Вот как чаще всего это устроено? Чаще всего клиент обращается к нам уже в виде нашей работы. Допустим, мы отличаемся чем то, что у нас очень яркие работы, присутствует много цвета, нестандартных решений. Клиент в виде нашей работы приходит к нам, хочет создать какое-то помещение, коммерческое или жилое помещение, показывает примерные референсы с интернета, это какие-то картинки сохраненные, возможно, видео или из журналов. И, соответственно, мы уже анализируя это, предоставляем какие-то свои варианты, потому что не всегда клиент показывает тот дизайн, который актуален, который подойдет ему по бюджету, который вообще подойдет ему по стилю, потому что некоторые клиенты, допустим, заказчики, они смотрят, вроде бы красивая картинка, но она немножко не вяжется с внутренним миром человек. Поэтому клиент к нам обращается, мы выслушаем его, заполняем бриф. Брифинг – это анкета, анкетированная, которая проводится примерно 2 часа. Это полностью от начала до конца мы прописываем все детали, как человеку… он жаворонок или он сова, где находится квартира, есть ли домашние животные, имена всех членов семьи, даты рождения, то есть даже, возможно, по гороскопу смотрим, да, какой человек, да, увлекается ли васту или, возможно, фэн-шуй, какие-то такие моменты, да, и технические, то есть где удобно розетки поставить, какие выключатели, какое освещение, где удобно спать, просто все. У нас даже такой есть вопрос, важна ли вам национальность строителя? Мы делаем это для того, чтобы клиентам максимально комфортно создать для него условия в ремонте и вот в дизайне, когда мы будем реализовать, потому что, как бы, все выбирают по-разному, поэтому мы даже такие вопросы задаем. После брифинга мы уже непосредственно едем на обмеры помещения, фотофиксации, видеофиксации всех узлов, всех инженерных сетей, далее переходим к планировочному решению, то есть создаем будущее пространство, это стены, это мебель, сантехника, вид сверху, как это будет расположено. После согласования, когда клиент выбирает одну из планировок, это очень важный этап, почему? Потому что планировка, мы уделяем ей примерно недели-две на разработку, потому что это вот, если взять как тело человека, это скелет, планировка. Если в скелете что-то не то, то красота тут не поможет, поэтому мы делаем, очень долго уделяем внимание планировке, далее переходим к созданию уже непосредственно дизайн-проекта, красоты, накладываем, да, всю эту красоту. Когда клиент согласовывает, мы переходим уже к разработке непосредственно рабочих тертежей, это те тертежи, которые необходимы будут для реализации, для ремонта. Плюс после этого мы прописываем все ведомости материала, какая плитка, где ее взять, какое количество, чтобы клиент даже без нашей помощи, с легкостью мог реализовать этот проект. Вот при работе с клиентами часто ли удается найти общий язык, действительно договориться о том, насколько будут сходиться изначальные идеи клиентов с реальностью, с вашей позицией? Вот насколько вот это взаимодействие, оно чаще всего оказывается успешным? Или приходится все-таки иногда спорить, и такой конфликт возникает? Конечно, приходится, все-таки все живые люди, у каждого свое видение, свое предпочтение. Конечно, вопросы обязательно поднимаются, обсуждаются, но, как правило, всегда удается прийти к какому-то общему консенсусу. Мы со своей стороны всегда показываем, что с точки зрения дизайна, эргономики, эстетики будет смотреться здесь гармоничнее и уместнее, клиенты всегда предлагают свои какие-то правки, мы их учитываем, мы всегда вносим, так что всегда в конечном счете мы договариваемся. Чаще всего какие идеи у клиентов, что они хотят? Может быть, какой стиль, какой вид? Приходят в основном с запросом, чтобы ничего не мешало. Я понимаю сейчас клиентов, потому что из года в год жизнь становится насыщеннее, очень много внешних отвлекающих факторов, и клиенту, заказчику хочется прийти домой и просто отдохнуть, чтобы ничего не мешало, никаких лишних деталей, чтобы было спокойно и уютно. Такой минимализм. Минимализм, да, но не все понимают, что такое на самом деле минимализм. Минимализм один из дорогих силей, то есть там должно быть все скрыто, там должна быть суперквалифицированная бригада, которая все это сделает, все скрытые элементы, достаточно дорогие материалы. Поэтому в основном приходят с запросом чистого пространства, чтобы ничего не мешало, было комфортно и уютно. Конечно, у нас в Казахстане в основном любят светлые оттенки, то есть это бежевые, белые, серые, вот такие в основном. А как часто вы сами направляете клиентов и полностью для них придумываете дизайн? Бывает ли такое? Что-то к вам приходит, говорят, мы не знаем, что мы хотим, примерно, может быть, отчасти, но предложите нам какие-то варианты, мы выберем уже из этого. Такие клиенты встречаются, но не знаю, как сказать, к счастью или нет, но все-таки это случается редко. Правило, да, клиент знает, что он хочет, но есть клиенты, которые, возможно, на этапе, когда они заказывают только дизайн-проект, у них есть свое представление, но иногда бывает, ты видишь человека, и у тебя сразу есть альтернативное представление, как ему показать, какой будет будущий дизайн интерьера. И бывает так, что клиент видит совершенно другое, не то, что он, может быть, изначально в голове у себя держал, и тот вариант, который предлагает дизайнер, ему нравится больше. Такие тоже попадаются. А вот вам интереснее работать с каким вариантом, когда есть конкретное предложение, и вы уже его над ним работаете, или все-таки от себя полностью придумать, от идеи до воплощения? Конечно, это, наверное, мечта любого дизайнера, когда клиент приходит и дает тебе карт-бланш, вот тебе делаешь все, что хочешь. Конечно, классно работать так, но интересно тоже работать с заказчиками, у которых есть четкое видение, четкое ТЗ, можно так сказать. Самое главное, я думаю, для нас, это когда нам доверяют. Если заказчик приходит с очень таким настороженным настроем и боится с боязнью, что мы сейчас делаем что-то не так, предложим что-то не то, что ему не понравится, конечно, в таких условиях тяжеловато работать. Поэтому мы с первых дней настраиваем, то есть располагаем клиента к себе, заказчика, что мы сделаем так, как ему будет удобно, ему будет красиво, потому что в конечном итоге жить заказчиком. Но интересно поработать с разными людьми. Могу сказать так. Да, я полностью поддерживаю. Я думаю, что когда к тебе приходит клиент со своим запросом, это как какой-то вызов, челлендж для тебя, попробовать свое видение, но поместить в определенные, я не назову это рамки, но с определенными условиями, и сделать так, как понравится этому человеку. И в то же время не менее интересно, когда тебе передают образные правления и говорят, сделайте на свой вкус. И ты делаешь так, как ты представляешь, что именно этому человеку понравится, подойдет вот этот будущий дизайн интерьера. А вот даже при наличии ТЗ конкретного, да, задания, я так понимаю, что все равно остается место и для творчества. Вот чем вы вдохновляетесь, возможно, при создании проекта? Вот что для вас является, может быть, какими-то источниками вдохновения? Источник вдохновения – это сами люди, во-первых. Я всегда вдохновляюсь людьми, смотря на них, потому что когда заказчик приходит, ты стараешься понять, чем он дышит, чем он живет, что бы ему подошло. Конечно, у дизайнера в первую очередь важна эта насмотренность, поэтому мы посещаем выставки итальянские, казахстанские, российские, постоянно ездим, вдохновляемся работами других дизайнеров, потому что это тоже очень важно. Вдохновляемся искусством для дизайнера. Это прям 100% необходимая вещь, плюс также путешествия. Все, что… Вот эти вот моменты, они необходимы для вдохновения. Если ты будешь сидеть в одном городе, видеть как бы одни и те же лица, одни и те же дома, то красивые проекты, конечно, числовато будут создавать, поэтому мы ищем вдохновение во всем, можно так сказать. Да, я думаю, что так как дизайн в первую очередь делается для человека, то, конечно, самый главный источник вдохновения – это сам человек, заказчик проекта, поэтому, когда ты с ним общаешься, ты внимательно его слушаешь, стараешь услышать что-то, может быть, между строк, что конкретно на самом деле хочет человек от будущего дизайна, и как себя человек чувствует, понимает ли он себя, или, может быть, он еще не до конца что-то про себя представляет. И вот тут важно постараться немножко увидеть больше про человека со стороны, чем сам, может быть, про себя на данный момент что-то знает или понимает. Помимо этого, вот так же я согласна с путешествиями, и для меня дополнительный источник – это вдохновение, это, конечно, кинематограф. Я очень люблю фильмы, и я очень много идей подчеркиваю оттуда. Вот интересно, сегодня клиенты, все-таки у вас большой опыт, насколько они готовы к экспериментам, к каким-то, может быть, даже экзотическим, возможно, элементам в дизайне, в общем, к чему-то новому, с чем они до этого не сталкивались. И насколько вы это применяете в работе? Или вы тоже психологически смотрите и примерно понимаете, получится ли? Конечно, мы всегда стараемся какой-нибудь эксперимент ставить, потому что делать однотипный интерьер – это не для нас. Мы всегда стараемся какую-то изюминку принести. Даже если клиент пришел и говорит, что мне нужно все белое и бежевое, мы стараемся какой-то цвет, что-то интересное, какую-то фактуру принести. Не все готовы к экспериментам, потому что я понимаю тоже заказчиков. Возможно, кто-то долго копил на квартиру, первый раз обращаются к дизайнеру, есть страх, что вроде смотрится красиво, а как я буду в этом жить, заказчики тоже не совсем понимают. Поэтому мы как психологи по чуть-чуть осторожненько-осторожненько покажем так, покажем вот так, может быть, сразу материал принесем. Но где-то 80% из наших заказчиков соглашаются на какие-то интересные решения. Есть, конечно, люди, которые… Нет, 100% мне не подойдет, давайте сделаем классику, классический интерьер, и я буду в этом жить. Но в основном наши заказчики соглашаются. То есть преобладает классика, но при этом какие-то элементы с этим клиентам могут согласиться. Да, да, это должно быть просто дозировано и в каждом случае индивидуально, конечно. Ну, отчасти да, это правда понятно, тем более, да, когда ты понимаешь, что тебе жить здесь очень долгое время, и яркий элемент, экзотический какой-то, такой смелый, он, конечно, может со временем как-то уже вызывать иные эмоции, чем в начале, когда ты этому удивляешься. Говоря о разработке проекта, насколько все-таки клиенты в течение всей вашей работы оказывают, может быть, давление на вас, что-то меняют в процессе, меняют идеи и так далее. Вот насколько вот здесь происходит процесс какой-то, сколько высока динамика, что ли? В нашей студии чаще всего клиенты нам доверяют, конечно, потому что они видят наши работы, видят наш опыт, отзывы других. Город у нас небольшой, поэтому каждый, как сказать, о друг друге знает, и в основном клиенты нам доверяют. Конечно, есть заказчики, которые очень часто меняют, какие-то правки делают, но мы понимаем, что, как я уже еще раз хочу повториться, что в итоге жить человеку, поэтому мы стараемся максимально сделать такой дизайн, который человеку подошел, даже если он несколько раз правит, мы делаем эти правки, идем на уступки, добиваемся того момента, когда человек будет полностью доволен. Давайте поговорим о тенденциях в дизайне сегодня, если мы будем ориентироваться не на запрос клиентов, который, насколько я понимаю, все-таки более такой классический, традиционный, а в целом на развитие самой отрасли, что ли. Вот что сейчас преобладает, какие тенденции? Сейчас преобладает все-таки минимализм, минимализм в деталях, минимализм в корпусной мебели, то есть стараются делать... Разгрузить пространство. Да, да. Стараются погружать какую-то большую крупную мебель, уже погружать в структуру комнаты, помещения, чтобы это не занимало много места, то есть хочется больше воздуха, хочется больше простора, хочется больше пространства для какого-то свободного перемещения. То есть вот такая тенденция сейчас намечается. И я бы еще хотела добавить, что человек идет, наверное, в сближение с природой, потому что в основном сейчас запрос тоже идет на эко, чтобы все было экологично, стараемся использовать натуральные материалы, уходить от какого-то пластика, искусственности. То есть человек больше идет к природе и к природным материалам. Вот все-таки, конечно, вопрос дизайна интерьера, в частности, особенно, наверное, конечно, стоит больших денег. Если говорить о бюджетном варианте, вот насколько при каком-то бюджетном соотнесении средств можно сделать хороший дизайн? Или это невозможно? Все равно нужна какая-то сумма определенная, с которой какие-то изменения начнутся? Если говорить про услуги, то... Или даже если человек сам захочет это сделать. Если вот говорить про услуги дизайнера интерьера, почему-то бытует миф, что дизайнеры берут очень много денег, да, но, возможно, некоторые не понимают, насколько большая работа и насколько большая ответственность стоит за дизайнером интерьера. Допустим, реализация квартиры, там, допустим, хорошей, большой квартиры стоит, там, минимум 30 миллионов тенге. Это реализация, да. Дизайнер отвечает почти за все, что происходит в этой квартире, но почему-то получает меньше 1% от этой стоимости. Я считаю, это не совсем честно. Вот. В нашей студии есть разные пакеты, начиная от 150 тысяч тенге за целый проект. То есть, если у заказчика не располагает какой-то определенной суммы, у нее есть, допустим, до 150 тысяч тенге, мы тоже можем помочь. Мы тоже можем сделать какие-то решения, помочь заказчику в ремонте, помочь в дизайне. Но когда заказчик приходит на реализацию, вопрос встает, сколько будет стоить мне реализация квартиры, конечно, говорить сейчас о суммах, что за 5 миллионов тенге можно сделать интересно что-то, к сожалению, уже нет. Потому что чаще это можно сделать, какой-то небольшой ремонтик, да, но там не будет ничего дизайнерского. Если говорить о дизайнерском ремонте, то это цены, вот, начинаются 30, 25, 40 миллионов тенге, в зависимости от квадратуры, от проекта, от материалов, которые заложены, да. Такие суммы сейчас. Всегда ли хороший, качественный дизайн все-таки зависит от участия профессионала? Или человек, обыватель может сам сделать дизайн, и это будет на уровне, скажем так, профессионального дизайнера? Есть ли такие случаи? Если мы говорим, что дизайн это не только про красоту, а и все-таки про функциональность, то в первую очередь необходимо иметь знание по эргономике пространства помещения. Человек, который не знает об этом, об этой позиции, да, об этом направлении, он может не совсем понимать, как правильно ему все предусмотреть, как правильно ему все расположить, чтобы ему было комфортно функционировать. Потому что иногда человек, не исходя из опыта, а точнее исходя только из своего личного опыта, о чем-то думает, что-то предполагает, но он не знает каких-то других вариантов и всего разнообразия проблем, задач для разных зон в помещении и вообще для разного типа назначения помещений. Поэтому здесь, конечно, должен быть человек, который разбирается как минимум в эргономике, сделать эстетическую красоту. Понятное дело, мы говорим про вкус, он у всех индивидуальный, но все-таки есть определенные законы гармонии, баланса. Если человек не понимает этих вещей, то ему будет сложновато сделать по-настоящему, с дизайнерской, с профессиональной точки зрения, красивый интерьер. Мы говорим много о самом пространстве, о том, как с ним работать. При этом, если говорить о других видах дизайна, насколько действительно есть серьезная разница между дизайном интерьера, дизайном одежды? То есть это совершенно разные направления? Или все-таки дизайнер, у которого есть, скажем так, эстетический какой-то вкус и понимание, может работать и с материалом, и с интерьером, ну и так далее? Сто процентов это разные вещи. Абсолютно разные? Абсолютно. Конечно, в институте нас учат на нескольких курсах, мы учимся все вместе, а потом разделяются уже. Но если, даже, я могу сказать, даже если после института человек выйдет, он не становится сразу дизайнером. Нужно пройти несколько строек, набить шишки, и только потом ты можешь уже спокойно говорить, что да, я дизайнер интерьера. Поэтому это совершенно разные вещи. Дизайнер графический, дизайнер одежды и дизайнер интерьера. Потому что здесь очень много технических моментов, которые ты не встретишь, не сидя за компьютером и делая, да, какие-то графические дизайны, или там, находясь, как бы, шить одежду, да, это совсем разные вещи. В основном дизайнер – это стройка, товары, общение с клиентами и эргономика. Красота объединяет всех, но все равно это достаточно разные вещи. Есть ли такие специалисты, которые совмещают и дизайн условной одежды, и интерьера, или прямо это очень жестко все разделено? Ну, наверное, такие существуют, но это очень редко и вряд ли, потому что, действительно, вот как Надя рассказала, это абсолютно разные области, и это очень сложно одинаково высоко, на высоком профессиональном уровне владеть и всеми знаниями и практиками по дизайну интерьера, и заниматься на 100% дизайном интерьера, поддерживать, да, свой уровень знаний и свои практические навыки, и в том числе параллельно заниматься, допустим, дизайном одежды, что тоже требует очень высокого уровня и знаний, и мастерства, и времени, и времени, который вы на это затрачиваете, конечно. Слушайте, я предлагаю сделать музыкальную паузу. Мы после поговорим об очень интересных вещах, в том числе о влиянии искусственного интеллекта на сферу дизайна и как это, собственно, происходит в дизайне именно интерьеров. Поэтому я предлагаю нашим телезрителям послушать нашу музыкальную паузу, а после вернуться к нашему диалогу. Итак, клип. Возвращаемся в студию. Действительно, современные технологии – это часть нашей жизни, и, насколько я понимаю, они очень серьезно влияют на сферу дизайна, особенно то, что касается дизайна объявлений, различных рекламы и так далее. Если говорить о сфере дизайна интерьеров, жилища, насколько искусственный интеллект в эту сферу проник, что ли? Насколько? Да, сейчас очень многие дизайнеры пользуются искусственным интеллектом, но у меня, как сказать, не очень хорошее к нему отношение. Почему? Потому что искусственный интеллект не сможет увидеть заказчика, не сможет понять его, он с ним не разговаривает. Да, там можно забить какие-то определенные данные, и тебе выведется картинка. Но будет ли она подходить настолько заказчику, насколько создадим ее мы? Потом, все-таки искусственный интеллект, он рисует красоту, но он не рисует какую-то эргономику, он не рисует материалы, которые присутствуют, допустим, то же самое уральские, потому что многие заказчики приходят и говорят, мне вот нужен такой недорогой дизайн, материалы, соответственно, мы уже ищем материалы, которые присутствуют тут, которые будут подходить по бюджету клиенту. Поэтому искусственный интеллект — это про красоту, возможно, экономия каких-то денег, потому что, допустим, это, возможно, заменит визуализацию, но не в 100%. То есть мы, когда визуализируем наши проекты, отдаем их на визуализацию, искусственный интеллект здесь может чем-то помочь, но полностью заменить дизайнера, полностью заменить дизайн интерьера — это невозможно. То есть он помогает в каких-то детальных вещах, опять же, в визуализации и так далее, он может упростить, но ты понимаешь, что да, он не заменит дизайнера именно интерьеров, потому что большая работа с материалом, как минимум. С материалом и непосредственно с заказчиком, с человеком. Очень много времени уходит на общение с заказчиком, на коммуникацию с заказчиком, на коммуникацию потом со строителями, на коммуникацию с подрядчиками, вообще организаторские вопросы, логистики вопросы. Искусственный интеллект просто не сможет полностью взять это на себя. Я правильно понимаю, что все-таки те дизайнеры, которые работают с материалами непосредственно, их опасность искусственного интеллекта не коснется в какой-то степени. А вот те, кто все-таки в большей степени исключительно работает с визуализацией, с визуальными проектами, то эта профессия может исчезнуть с максимальным применением искусственного интеллекта. Правильно я понимаю? Да, конечно, если ты рисуешь красивые картинки, но не реализуешь их, здесь, конечно, другой вопрос. У машины, скажем так, за тебя это лучше сделали. Да, конечно, искусственный интеллект ты вбил, что там две секунды и тебе это сделалось. А у нас проекты идут 60 рабочих дней только само изготовление дизайн-проекта, плюс еще 5-6 месяцев его реализации. Конечно, искусственный интеллект здесь никак не заменит, чем-то поможет, но нам точно нет. Вот мы говорим о проектах, они действительно, если мы говорим о стройке непосредственно, это вообще занимает большое количество времени. И когда в целом, когда в процесс включено большое количество людей, конечно, уже от вашего замысла, то есть вы уже начинаете полагаться на талант, на мастерство других людей. И уже возможность успеха вашего проекта, она немножко в этом плане чуть-чуть может какие-то иметь уже нюансы. Вот вы в конце проекта довольны, чаще всего довольны результатом? Или все-таки, учитывая ошибки других людей, если вы так их воспринимаете, все-таки уже не то получается по итогу, что планировалось? В большинство случаев мы довольны своими проектами. Конечно, как сказать, дизайнер — это вот такой вот человек, на которого летят все шишки всегда. По итогу. По итогу, да. Потому что мы коммуницируем со строителями, с подрядчиками, с клиентами. И наша задача любыми способами сделать, во-первых, красивый проект, эргономичный, и остаться в хороших отношениях с заказчиками, потому что нередко бывает такое, что под конец ремонта у всех нервы сдают, и кто-то должен оставаться все-таки с холодной головой. Это должен быть дизайнер. Бывают такие случаи, когда из-за недобросовестности подрядчиков или строителей отношения рушатся. Это, конечно, очень печально, но такие случаи тоже бывали, откровенно скажу. Чаще всего мы довольны своими проектами, особенно когда заказчик, как бы это странно ни звучало, настойчиво не вносит правки уже на реализацию. Потому что, когда ты задумал проект, нужно ему следовать. Если, допустим, мы покупаем те обои, которые мы заложили в проект, не нужно их менять на этапе покупки и ставить какие-то другие обои. Почему? Потому что одна деталь может разрушить полностью интерьер. Да, тут же вопрос. Да, как правило, когда мы сами же реализовываем наш дизайн-проект, то в конечном счете мы остаемся довольны результатом, потому что во время реализации мы как раз и являемся тем самым звеном, который контролирует, чтобы максимально конечный результат, который будет вживую, он соответствовал той идее, которую мы заложили и которую мы презентовали на картинках клиенту. И если клиент доверяет нам и позволяет нам вести контроль за ремонтной частью, за бригадой, за подрядчиками, с ними общаться, искать комплектацию, то мы практически, ближе к 100%, мы довольны своим результатом проделанной работы. Вот интересно, все-таки дизайн крупного проекта – это одиночная работа? То есть дизайнер один за это отвечает? Или все-таки сейчас тенденция к тому, что все-таки работать командой хотя бы из двух-трех человек, именно дизайнеров? Конечно, лучше работать командой, потому что у меня команда, и если ты хочешь расти, делать крупные проекты, делать интересные проекты в одиночку, это, конечно, очень сложно делать. Почему? Потому что, во-первых, у нас идея такая оградить заказчика максимально от всех страстей ремонта, чтобы он не видел, и, по сути, зашел уже в готовое помещение или зашел в готовый проект, вот, поэтому здесь обязательно нужны офис-менеджер, комплектатор, помощники дизайнера и другие специалисты, технодзор, которые будут непосредственно все это помогать. Одному можно, сложно, долго, и, возможно, большое количество ошибок. Почему? Потому что за всем полным процессом ты, к сожалению, не сможешь уследить, или тебе нужно делать один проект только, но это финансово невыгодно, к сожалению, либо иметь команду. Ну, я так понимаю, что еще зависит от самого проекта, насколько он крупный и насколько с ним можно справиться в одиночку. В том числе, и в том числе зависит от того, какие задания были заложены в проект. Одно дело, когда надо помочь только с стилистическим или с цветовым подбором, другое дело, когда надо с нуля, с черного помещения сделать абсолютно полный проект под ключ, в том числе уже и с авторским надзором за реализацией. Хорошо, у нас буквально две минуты до завершения эфира. Может быть, суммируя наш разговор, все-таки, может быть, пару ваших мыслей. В чем секрет успешного дизайн-проекта, вот на ваш взгляд? Секрет успешного дизайн-проекта — это коммуникация, это люди. Потому что на людях завязано все. Начиная от заказчиков, найдете ли вы тандем, ваш ли это заказчик, ваш ли это дизайнер, потому что клиенты приходят и присматриваются. И мы тоже понимаем, сможем ли мы воссоздать такой дизайн, который хочет заказчик для него, или это не в наших силах. Далее — это строители, это подрядчики, это поставщики. Как мы выстроим коммуникацию с ними, от этого все и пойдет. То есть 50% успеха зависит все-таки от других людей, не от дизайнера. Да, вот это главная сложность. Да, поэтому как мы коммуницируем, каких людей мы находим, с кем мы встречаемся, с кем мы делаем проект, от людей зависит наш успех. То есть как договоритесь на берегу, так оно и пойдет. Да, согласна. Да, я поддерживаю, я поставлю коммуникацию на первое место и также скажу про высокую стрессоустойчивость. Холодная голова здесь очень важна, и крепкие нервы. Ну что же, мне кажется, у нас получился довольно содержательный разговор. Мы много таких маленьких деталей разобрали в мире дизайна, тем более интерьеров. Это вообще огромный такой, огромный проект. Поэтому я вас благодарю, большое спасибо. Я думаю, что и зрители почерпнули для себя много каких-то важных тоже моментов, особенно что касается коммуникации, насколько важно договориться с дизайнером, чтобы в итоге все получилось хорошо и отлично. Еще раз большая благодарность. И также спасибо нашим зрителям за внимание. Надеюсь, наш эфир помог взглянуть на повседневность интерьера с более эстетической позиции. Что же, на этом все. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!